Как на всё найти время, и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё, находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Она была актрисой и продолжает ей оставаться. А ещё она заместитель руководителя по художественной части в театрально-концертном центре. Ирина Мозговая. Как ей удаётся быть не только леди в деле, но ещё и заботливой мамой. Об этом сегодня поговорим. Детство, отрочество, юность и, по сути, вся жизнь героини этого выпуска «Леди в деле», что называется, плотно связаны с театром. Но достаточно начать с того, что имя маленькой дочери, мама Ирины Мозговой, просила выбрать коллег по сцене. Мама в тот момент ходила в театральную студию. Что они делают? Они не идут к друзьям, к знакомым, родственникам. А они идут в ту театральную студию, которая была во Дворце культуры у нас на улице Пушкина, в театральную труппу, где мама ходила в студию и занималась. И говорят, вот, господа артисты, вам, пожалуйста, каждому по бумажке напишите три любимых женских имени. И таким образом, то есть театральная труппа выбрала мне имя. Я задавала очень часто вопрос родителями. Я говорю, ну, разные имена бывают. Хорошо, что выпало это. А если бы там, ну, не хочу, конечно, никого обидеть, но мегаэкзотическое какое-нибудь имя, и что было бы тогда? Ну, папа, как всегда, с долей юмора сказал, ну, была бы вот, значит, там, я не знаю, Клеопатра. Вот так судьбоносны в жизни тогда еще малышки, которые большинство назвали Ириной, стало решение актерского коллектива. До 12 лет, по ее собственным словам, театр не интересовал. Желание попробовать себя возникло спонтанно. Маленькую Иру взяла к себе тогда еще театральную студию режиссер Светлана Погодина. Причем ей, можно сказать, повезло. Не пришлось бросать отчий дом, переезжать в другой город за мечтой. Мечта оказалась рядом с Ириной. Во мне внутри начало что-то, я не знаю, зарождаться или перерождаться, или происходить какие-то процессы для меня, которые очень сложно объяснить, но когда ты понимаешь, что тебе хочется еще. Воспитали меня таким образом, что я знала, что мне нужно именно получить высшее образование. То есть я не рассматривала колледжи, у меня не было вариаций, например, совершенно вот все, после школы я не буду нигде учиться. Нет, я знала, мне надо закончить. Но театрально я сказала, вы знаете, вот у меня есть студия, терять я ее не хочу. А если я сейчас поступлю в театральный, говорила я всем, это я забуду друзей, родных, близких, поселюсь там, буду жить. Нет. Мне нравится вот то место, где я этим занимаюсь, мне нравятся люди, с которыми я ставлю спектакли, выступаю, и я не хочу здесь ничего менять. Первое образование, которое получила девушка, основательное, специалист по рекламе. Обучаясь параллельно, Ирина все же продолжала играть на сцене. Все те пять лет, пока я училась, я также ходила заниматься, у нас потом уже стал статус народного театра, мы все больше ездили, все больше себя показывали, тем больше я любила то дело, чем я занимаюсь. И вот то есть как-то оно вот шло, ну как сказать, не знаю, как хобби, как увлечение, наверное, но такое постоянное, мое увлечение театром, театральным искусством, с развитием именно вот, с нашим коллективом. Второе образование менеджера Ирина получила по совету близких. Еще одно дело, как бы в моей жизни, да, назовем это так, которое сейчас живет, да, в той или иной степени во мне и со мной, это управление персоналом, то есть это вот получилось так. И как раз, когда я заканчивала свой второй институт, у меня родилась дочь, и мы вместе с ней приезжали с семьей, мама, брат, привозили меня в институт, сидели с ней, качали колясочку, она в марте родилась, в мае у меня все дипломы, защита, все-все-все. И вот тут как раз был такой, наверное, некий небольшой промежуток именно моей, ну, именно если мы берем сцену, если мы берем театр, то есть я тут, конечно, с головой окунулась в материнство, то есть меня немножко так на какое-то время отвело в сторону, назовем так, да. И внутри я, конечно, понимала, что вроде бы сначала, ну, меня постоянно тянуло, мне постоянно было надо, я не могла себя разорвать, у меня не было возможности и дома, и с ребенком, и в театр еще успеть, то есть, ну, как-то вот оно, почти три года, я не была на сцене, я немного отдалилась от коллектива, и потом, в один прекрасный день, это было, ну, только вот наступил новый 2013 год, отгремел салют, новогодние праздники, мне раздается звонок. Звонила ей режиссер Светлана Погодина, Ирину очень ждали в коллективе, но новость, которой хотела поделиться руководитель, стала неожиданной и радостной. Да, мне говорит, ты помнишь все то, о чем мы мечтали? Ты помнишь, когда мы были в молодежном театре, когда еще вот в студии, там, на самых первых порах, когда мы хотели, чтобы наш театр стал профессиональным, ты помнишь? Я говорю, конечно, когда у нас на одной из стадий, там, защиты звания народного, мы пытались все документы собрать, чтобы наш театр получил статус другой, профессионального театра, да, муниципального. И она говорит, Ира, нам подтвердили, с этого года, с 2013-го, наш театр становится муниципальным, профессиональным театром города Щелково. Приглашали Ирину на тот момент, учитывая профессиональную подготовку на административную должность. На тот момент мы в первую очередь рассматривали должность главного администратора, потому что Светлана Ивановна как раз и знает и первое мое образование, и то, что я в театре знаю давно, понимаю, и имею представление. Она говорит, ну и, конечно, сцена тебя ждет. Я говорю, Светлана Ивановна, ну пока, наверное, я не смогу так много, потому что я понимаю, сколько театр забирает времени, сколько театр занимает сил, какая это бешеная отдача. Я говорю, у меня ребенок еще очень маленький, я говорю, я, наверное, не смогу на это пойти. Сказала я просто, сдерживая слезы, наверное, в какой-то момент, потому что, когда ты говоришь и понимаешь, это одно. А когда, получается, ты осознаешь, что тебе хочется, но ты вынужден выбирать, тут некий такой момент, но, я говорю, пока нет. Она говорит, ну я всегда жду, сцена тебя всегда ждет. Я говорю, Светлана Ивановна, я уверена, что если это мое, будет знак свыше, я не знаю, сигнал, что-то произойдет, и я вернусь. И она вернулась. А как иначе? Ведь работа в театре, как на сцене, так и в качестве административного сотрудника, это ее дело. За несколько лет после выхода Ирина вместе с труппой театра получила и профессиональное актерское образование. В какой-то момент она заняла должность заместителя директора по художественной части. Но как же ей, пусть и при такой энергичной подаче, удается еще уделять внимание личному? Кстати, о личном. Об этом Ирина предпочитает не распространяться. Резюмируя это простым примером, актеры и без того достаточно открыты зрителю, а лишняя информация может просто отвлекать от основного творчества. Мне, наверное, близко такое понятие, что счастье любит тишину. И когда находишься на работе и открываешься, то, приходя домой, хочется весь тот семейный уют и вот это семейное гнездышко, назовем это так, оставить, ну вот только для себя. Не раскрывать, не выносить на показ, а держать где-то очень близко в глубине души. Для меня работа и дом это две большие разницы. Вот если я на работе, да, руководитель, определенной личности, да, еще что-то, то есть человек, который идет, добивается, который будет стоять, отстаивать, конечно же, для своей семьи я тоже все буду отстаивать, но дома я немножко меняюсь. То есть я стараюсь вот все то, что здесь я держу, дома я стараюсь это все расслабить, свести к минимуму. И домашние вот все, как сказать, истории, да, они более, ну то есть, скажем так, они душевные, да. День рождения именно моей дочери для меня, ну это даже, это не новая жизнь, я не знаю, я, не знаю, и дышать, жить, взгляды, у меня поменялось все. Я на тот момент, когда в роддоме мне ее положили, я помню, что, ну на меня, и я смотрю на эту маленькую, в общем, малюсенькую ручку, и я, у меня текут слезы, я понимаю, что я самый счастливый человек на планете, я не знаю, как это, как это могло вообще все произойти, то есть для меня, у меня просто был какой-то нереальный захлест эмоций, который, наверное, ну я не могу сказать, что прекратился, в данный момент, потому что, ну, это подарок судьбы. Дочь Ксения стала для Ирины не просто подарком, соратницей, помощницей, и, конечно, переняла мамину увлечение театром, с удовольствием репетирует и занимается в театральной студии в Прищелковском драмтеатре. Она у меня в первую очередь является такой большой для меня поддержкой, то есть она, наоборот, всегда пытается меня поддержать, и если я говорю сама себя, обычно я к себе более, ну, самый строгий свой критик вообще в жизни, это вот, ну я сама для себя. Она меня всегда поддерживает. Мама, все получится, верь, знай, точно, все будет хорошо. Развитие образования, вот личный пример, который Ирина подает дочери. Сама она занимается не только организационными моментами театра, но и работает с детьми в театральной студии. Уроки актерского мастерства, речь, движение, это еще одно дело, которому Ирина посвящает свое время. Помимо занятий, которые проходят в определенный период времени, это же есть еще и другая подготовка, мы же выпускаем с ними тоже спектакли, с нашими юными артистами, театральной нашей творческой лаборатории. И, то есть, это много-много времени, это много-много сил, но тут я, наверное, скажу так, и сама себе всегда говорю, что эти маленькие ребята, ну, они есть и совсем маленькие, есть уже и взрослые, да, у меня вот в этом году прям очень их люблю с особым трепетом, когда люди понимают, что они делают или чего, это прекрасно. Но если возвращаться, да, и отвечать на вопрос, то дети дают мне, вот, как сказать, на занятиях я им отдаю много всего. Помимо навыков всего остального, естественно, физических сил своих внутренних, да, неважно, то их надо успокоить, угомонить в рамках их детской эмоциональности, которую, да, прибрать, потому что на сцене мы не можем вести себя так, как на детской площадке, например, да, но здесь также я в ответ от этих детей получаю, ну, я, наверное, не совру, если скажу, что не меньше, чем они от меня. Творческая, артистичная, энергичная, однако есть в ней другие качества, которые пригодились уже в другой деятельности. Театральный коллектив это во многом правильный, грамотно организованный процесс. Учитывая потребность в самовыражении, а Ирина по собственному признанию, ну, никак не может жить без сцены, она решила совмещать две, казалось бы, разные, но такие важные должности. Для меня важны люди. А когда есть твоя команда, единомышленник, людей, которые тебя понимают, у которых у нас единые цели, понимание и желание работать, развиваться, идти дальше, 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 для меня это очень дорого. Театр работа в качестве заместителя руководителя и выходы на сцену в ролях, все это явно доставляет неподдельное удовольствие моей героине. Леди в деле Ирина Мозговая просто излучает позитив и глядя на ее лучезарную улыбку хочется узнать, в чем же залог такого настроя. Как я даже ребятам своим маленьким говорю всегда, я говорю, вот то, что вы излучаете, то, что вы даете этому миру, то он дает вам в ответ. Вот чем больше вы несете позитива, чего-то доброго, хорошего, тем больше вы позитива получите в ответ. И мне кажется, в этом что-то есть. То есть, когда ты открыт жизни, и она тебе открывает какие-то прекрасные свои стороны. и, естественно, в жизни есть множество людей, которые нас могут чему-то научить. Вот у меня получилось так, что я сама никогда не думала об этом, я всегда думала, учеба вообще не мое, никак. А в итоге я понимаю, что учеба и в прямом смысле, как завещал Ленин, она со мной. И также я, глядя на людей, то есть, я вижу, о, вот это молодец, здорово. То есть, я умею радоваться, и я понимаю, что вот этот человек может меня чему-то научить, может мне чего-то дать, и я все эти возможности, которые мне дает жизнь, я их стараюсь использовать. Порой женщине намного проще пережить что-то в силу природной возможности. Ирине в жизни очень помог и помогает театр. Она научилась создавать настроение, в первую очередь себе и, конечно же, зрителю. При этом она умеет и любит работать в другом качестве. Совмещать ей это удается отлично, ведь этому делу она посвящает себя без остатка, с полной самодачей и определенной подачей. Редактор субтитров А.Семкин